В горы хлама превратились торговые точки. Одно название осталось от рекламных баннеров. Рабочие с утра взялись за демонтаж ларьков. Только щепки летят. Десятки временных сооружений сравняют с землёй в ближайшие дни. Лидия Васильевна живёт по соседству с автовокзалом. Рада, что наконец-то уберут ларьки. Но надеется, что порядок здесь наведут быстро. А сейчас вот это место похоже на заплёванный базар. Это эстетики мало, скажу. Особенно вот эти лавочки, вот эти павильончики, которые сейчас уже снесли, там за павильончиком помойка. То есть уже смотреть не на что. А ведь междугородний автовокзал – историческое памятное место. Это ещё одни ворота города, через которые ежедневно проходят тысячи жителей и гостей. Чиновники считают, что пора убрать торговые точки и вдоль здания бывшего аэропорта. Но снести их не имеют права. Владельцы работают по договору с собственником здания. Прекрасное здание, пусть даже оно не является памятником архитектуры, но прекрасное здание, шикарнейшее, закрывает вот это вот убожество. Когда будет всё открыто, хорошая площадь, сделаем нормальный обрезку деревьев, там санитарку. И вот это великолепное здание. Цель превратить территорию у автовокзала в цивилизованную и благоустроенную зону. Изменения к лучшему обещают уже к середине февраля. А пока красноярцы выдвигают свои предложения, что будет вместо снесённых ларьков. Ну, туда парк, наверное, лучше. Если такого не будет, так хоть ходишь, пока автобус ждёшь, смотришь. А так отдохнуть можно в парке. Даже нормальная столовая, чтобы была, понимаете? Особенно вот здесь забегалки. Мы заходим, я один раз. Мы отравились. Зелень был больше. Зелень. Ну и ожидали, чтобы место для ожидания. Есть необходимость очистить эту площадь от автомобилей, поскольку вот так продолжаться уже не может. Машинами заставлено всё, не проехать, не пройти. Чтобы решить проблему, планируют изменить схему движения и перенести конечную стоянку для маршрутных автобусов. Планов, как изменить облик территории автовокзала достаточно, но их держат в секрете. Над идеями работают и красноярские архитекторы. Жители просят запастись терпением, их мнение учтут. Власти обещают, что автовокзал станет визитной карточкой краевого центра. Полностью благоустроят площадь уже летом следующего года. И здесь непременно будет, что посмотреть и что гостям показать. Екатерина Павленко, Алексей Гусев, Енисей Новости.